Я вас приветствую, вы на канале TradeFacts, с вами Глеб и на рынке сейчас паника и страх просто затмили всем голову. Биткоин опускался ниже чем 18200, у нас произошла негативная риторика Джерома Паула, ставку ФРС США подняли, как и ожидалось, на 0.75%. Обо всем этом мы будем говорить на протяжении этого видео. Самое главное, постараюсь дать ответы на вопросы, куда же дальше пойдет цена биткоина, как эти все обстоятельства. Новая процентная ставка ФРС США, заложенная риторика до конца года, что будет делать ФРС с процентной ставкой. В общем, как это все повлияет на крипторынок, а именно на цену биткоина. Вначале я предлагаю разобраться с тем, что у нас произошло конкретно сегодня в 21.00 по киевскому, по московскому времени. Для тех ребят, которые уже получили часть обзора, сегодня в 0.21, я делал такой отдельный пост у себя в телеграм-канале, так как обещал этот текстом написать максимально подробно, какая была риторика, насколько подняли ставку, что было в краткосрочной перспективе, что будет дальше. Я постарался это все сжато уложить в 9 минут, и для своего комьюнити, именно в телеграм-канале, я дал такое подробное видео. Получается почти что мгновенно, когда мы узнали уже конкретную точную риторику, что будет. В принципе, ребята на этом могли заработать, потому что дал определенные подсказки, что будет с ценой, до каких пределов мы можем снижаться. Если вы хотите получать информацию раньше всех, качественнее всех, то рекомендую подписаться на телеграм-канал, ссылка на него будет в описании под видео, это абсолютно бесплатно. И также даже после просмотра этого видео, я рекомендую еще посмотреть на это видео. Думаю, оно будет также для вас полезным и даст вам определенную, более расширенную аналитику. Так вот, у нас произошло поднятие процентной ставки ФРС США на 0,75%, ровно так же, как и ожидалось, у нас произошло и по факту. Казалось бы, у нас должен быть нейтрально-позитивный сценарий. Почему? Да потому что весь этот негатив уже ранее был заложен в цену биткоина. Но что у нас произошло? Во-первых, у нас произошло сильное снижение. Давайте включу даже минутный график, чтобы максимально подробно разобрать, как это все происходило. Сейчас мы находимся на минутном графике. И я нахожу тот момент вот. Думаю, вы сразу обратили внимание, что именно здесь было оглашение процентной ставки ФРС США. Кстати, еще поговорим, как на этом можно было заработать, получилось ли у меня заработать, как дела обстоят у других трейдеров. В принципе, частично мы это обсуждали и в этом видео. Но здесь дам какие-то новые формации, новые паттерны. Так вот, на этом моменте цена торговалась у нас на 19900. Было объявление ровно в 21.00 новой процентной ставки ФРС США. И в этот момент рынки слили более чем на 7%. А в целом, если мерить как бы пиковую волатильность, что у нас было с волатильностью? Волатильность составляла 8,5% всего лишь за одну минуту. Просто вдумайтесь, а по другим альтам, на примере там эфира, эта волатильность выходила за рамки 10% всего лишь за одну минуту. Самый первый, самый яркий вывод, который вы должны сделать, что в моменты оглашения процентной ставки ФРС США и на фондовом рынке, и особенно на крипторынке происходит сильнейшая волатильность. То есть, большая вероятность, что вам собьет стопы, если вы пользуетесь этим неграмотно. Но также есть другая вероятность, что на этом можно заработать. И давайте сейчас по ретро-перспективе я покажу, как это можно было сделать, и что вышло конкретно у меня. Для этого я переключаюсь в закрытую группу, и сейчас объясню, как вообще у нас здесь происходили дела. 21 числа я дал подробный пост с алгоритмом, что нужно смотреть, какие действия принимать, в зависимости от цифр, которые у нас выходят. Но самое главное, что помимо цифр, мы должны были обращать внимание еще на определенные движения на рынке именно в моменте открытия, точнее объявления этих данных. То есть, что в эту минуту происходит. Так вот, сразу делюсь тем, что получилось у меня. Я зашел в лонг, переставил стоп в безубыток, и меня буквально в 21.03 выбило по безубытку. То есть, я ничего не потерял, ничего не приобрел, но оказался, можно сказать, вне рынка. Но давайте посмотрим, что получилось у ребят. Я сделал такой подробный разбор, вывод. И думаю, для вас это должно быть полезно. Можно ли на этом было заработать? Нет? Кто потерял? Кто приобрел? Сейчас просто посмотрим статистику, аналитику, там, ближайшие скрины. Первый скрин присылают плюс 38% к депозиту с 10-м плечом. Как по мне, отличный результат, если правильно были соблюдены риски. Смотрим далее. У нас две сделки. Сделка плюс 79 и сделка плюс 392 доллара. Далее. У нас плюс 12%, у нас плюс 13%. Второе плечо считаю максимально отличным риском. Далее. 49% с кредитным плечом 25. Я считаю, крайне завышенные риски. И если бы ударило по стопу, было бы очень больно. Поэтому результат классный, риски не оправданы. Следующее. 49% кредитное плечо 16. Также плечо многовато. И видим, в принципе, что есть позитив. Кто-то закрылся в плюс, кто-то просто наблюдал за рынком. В принципе, все хорошо у тех, кто придерживался рекомендациям. Вот. Отличное. Пятое плечо плюс 8%. Плюс 13. Даже плюс 14%. В общем, вот такая вот получилась аналитика. Получилась статистика, как на этом можно было заработать. То есть, вы видите, в зависимости от того, какие люди брали на себя риски. Я брал риск минимальный. Тут же себя перестраховывал стопом. Давайте сейчас покажу, как это было по факту. Вот здесь у меня где-то на этих отметках заход в рынок. Далее. Цена идет примерно 2,5% в мою сторону. Казалось бы, бери да закрывай. Я принимаю стратегическое решение, что я готов дальше ждать отскока. То есть, выхода выше, чем на 20 тысяч долларов. И сразу переставляю стоп, который у меня стоял в районе 1%. Переставляю в безубыток. И в 21.03 я получаю свой выход по стопу. Собственно, ничего не потеряв, потому что стоп был переведен в безубыток. Но, тем не менее, ничего не забрал с рынка. Для тех, кто не перетягивал стоп, кто брал более высокие риски, большие стопы, те, конечно же, смогли очень качественно заработать. Думаю, на скринах вы это могли увидеть. Но это было, да, небольшим отступлением. Как вообще на этом можно зарабатывать? Кстати, я вам только что показал вообще, как конкретно алгоритм действий зарабатывать можно на процентной ставке. Вы можете просто нажать на стоп, изучить все это, которую информацию я показывал, которая была только в закрытой группе. И, пожалуйста, можете этим пользоваться. Но учитывайте лишь одно, что очень важно грамотно соблюдать риски. И каждая новая процентная ставка – это определенные новые обстоятельства, которые также нужно имплементировать в свою торговую стратегию. Для тех, кому интересно, как можно попасть в эту закрытую группу, на текущий момент никак, чтобы вы не думали, что это какая-то реклама. Но если вам будет интересно к концу этого месяца, я дам такой в группе легкий намек, как туда можно будет попасть. Поэтому, кому нужно, welcome в основной телеграм-канал. Здесь будут все анонсы. И тем более, посмотрите обязательно это видео. Далее. Что теперь будет с биткоином? Ну, как минимум на ближайшую неделю, а как максимум на ближайший месяц-полтора. Я уже говорил ранее, что для нас очень важен диапазон 18400-18900. И сегодня была дважды попытка закрепиться ниже, чем у вас, скажем, нижний самый предел. Это район… Сейчас давайте переключусь на другой график. Это район 18560-18570. То есть, мы пока что не закрепились ниже, хотя у нас были две уверенные попытки. Это было 19 сентября и сегодня 21… точнее, вчера уже 21 сентября у нас была очень активная попытка сходить ниже. Например, мы доходили до минимального значения, если смотрим сейчас биржу, например, Bitstam до 18169. Например, если посмотрим по бирже Bybit, мы опускались еще сильнее на отметке где-то 18110. Поэтому сейчас важно, если мы смотрим часовой график, что здесь у нас объем выкушали. Отсюда мы неплохо отскочили вверх. Ну, пока что неплохо. Еще рано говорить о тотальном каком-то отскоке на 3%. И давайте покажу, как у нас, в принципе, неплохо отработала одна важная трендовая направляющая. Вот, пожалуйста, давайте сейчас сразу небольшой урок. Она строится по двум хвостам, которые были самыми яркими, самыми, скажем, выходящими. То есть, здесь зацепка, здесь зацепка. Если вы могли обратить ранее, то в предыдущих аналитиках, когда у нас еще не было этих формаций, у меня уже был этот уровень. Так вот, мы ударились в эту трендовую и от этой трендовой уже отскочили на 3%. В принципе, пока что цена сдерживается. Это плюс в сторону того, чтобы тотально сейчас не провалиться в какую-то лютую, там, скажем, 16 тысяч долларов, либо же ниже, в большую, огромную яму. Второе, пока что хорошо, что мы удерживаемся в рамках этого диапазона. Несмотря на то, что сутки у нас закрылись ниже, но цена тут же у нас выходит. Чтобы был совсем позитив, нам сейчас важно выйти за 19 тысяч и закрепиться на сутки на двое. Но если сегодня цена здесь не устоит, она снова вывалится. И здесь у нас будет закрепление более чем на сутки. Тогда у нас сразу открывается диапазон 17 тысяч 600, 16 тысяч 900, 16 200. И могут быть даже сквизы ниже, чем 16 тысяч долларов. Что этому может поспособствовать? Конечно же, действия, которые будут происходить на фондовом рынке США. Если сейчас посмотрим на примере индекса S&P 500, то он у нас закрылся на отметке 37.89. Он сейчас ударяется в уровень 0.78, поэтому у нас есть неплохие шансы на отскок. Но в связи с событиями, которые прошли по повышению процентной ставки ФРС США, и далее буквально через несколько минут я расскажу за риторику. Если она была довольно негативной, то мы можем увидеть продолжение этого падения. И в зависимости от размаха этого падения, если оно будет более чем на полтора процента, может быть 2 процента или 3-4 процента, то я думаю, что биткоин очень-очень вряд ли устоит в этом диапазоне. И скорее всего будет отправляться ниже, ну как минимум в диапазону 17 тысяч 600, 17 тысяч 500. И вот как раз потрогает этот диапазон, это как минимум. И если мы увидим подтверждение, что уровень 0.78 по S&P сработал, что мы видим какие-то положительные отскоки, тогда биткоин как раз может начать крепиться выше чем 19 тысяч долларов и потихоньку выходить из этого диапазона. Это конкретно по технике, что касается на ближайшие там несколько дней, за чем очень важно следить. Теперь, что касается риторики. У нас Джером Пауэлл выступал, не помню точное время, но это было после 21.00. Он выступал, вначале у него брали интервью журналисты, то есть в формате ответа на вопросы это все происходило. И он по сути не сказал ничего нового, что могло бы повлиять на, скажем, более лонговую ситуацию по рынку. То есть основной наш приоритет это борьба с инфляцией. Для того, чтобы бороться с инфляцией, конечно же, процентную ставку нужно взвинчивать. Никакой рецессии в стране не пахнет, все у нас хорошо, данные по трудоустройству, по безработице у нас сильны, экономика, в принципе, более-менее сильна. То есть все то же самое, что он обычно говорил за последний месяц, за последние два месяца риторика та же. То есть ничего нового, позитивного. Но у нас появился более негативный прогноз. И этот прогноз как раз и сделал то с рынками, когда мы увидели снижение ниже, чем на 18200 за 1 биткоин в моменте. Что этому способствовало? Данные, которые выходили в ноябре, будут выходить в ноябре и в декабре, было ожидание, что будет где-то повышение на 0,5 и на 0,5, либо там на 0,75 и где-то здесь на 0,25. В общем, примерно, что повысится примерно на 1% суммарно за декабрь и за ноябрь. Но у нас поменялись радикально эти ожидания. И эти ожидания теперь могут повышать общую процентную ставку на конец 2022 года вплоть до 4,55-5%. Если такое будет, то мы увидим дальнейшие повышения на 0,75% и на 0,75%. Либо пока что на текущий момент смотрится так, что в лучшем случае мы увидим повышение на 0,75 и на 0,5%. Что также негативно. В рынке были немного другие ожидания, более позитивные. То сейчас, исходя из риторики, исходя из ожиданий специалистов, либо же исходя из слов некоторых членов, которые отвечают за конкретно ФРС США, то есть там помимо Джерома Паула, есть другие ребята, которые также могут делиться своей аналитикой и давать свое определенное мнение. То есть они говорят о том, что сильного позитива, как мы ожидали, этого не будет. И это очень сильно на это отреагировали негативно рынки. Давайте снова вернемся к минутке и сейчас я покажу, где у нас случался этот негатив. То есть вот такая у нас произошла огромная колбаса, затем рынки начали восстанавливаться. И как раз на этих отскоках в краткосроке многие трейдеры и забрали свой профит. Я, конечно, не оказался в их числе, к сожалению, но тем не менее грамотное соблюдение рисков, выход по безубытку, это не самая худшая история. Но здесь примерно после 21.30-22 у нас начались первые проскальзывать высказывания, цитаты, ответы на вопросы именно Джерома Паула. И из этой риторики было ясно, что на ближайшее время ничего хорошего ждать не стоит. И на это вот так отреагировали рынки, когда за 3 часа мы снижались более чем на 8,4%. Это было очень плохо. То есть что у нас может быть дальше? Надеюсь, мы разобрались с моментами, как повлияла на это все риторика. Что у нас по процентам, какие у нас сформировались ожидания. Сформированные новые ожидания – это самый сильный драйвер для того снижения, которое мы увидели. То есть давайте теперь подведем итог. Если у нас не подтвердится дальнейшее снижение на фондовом рынке, на примере того же индекса S&P 500, то у нас есть шансы на то, что биткоин потихоньку начнет свое восстановление или как минимум не будет так сильно падать. Если у нас продолжит сильно падать индекс S&P 500, то по битку мы войдем с большей вероятностью именно в эту зону. Поэтому, опять же, куда сейчас мы можем отскакивать помимо 19 тысяч, которые сейчас в диапазон стратегически важно закрепиться, сделать вот такое выше него, куда мы можем еще при позитиве на S&P 500 ходить? Именно куда цена может пойти по биткоину? Это 19 тысяч 500. Очень крепкий, очень важный уровень. И второй уровень – это 20 тысяч 700. Но, опять же, я пока что на ближайшие дни не ожидаю, только если будет какой-то сверхпозитив на фондовом рынке завтра. Завтра у нас, по-моему, точнее, даже сегодня. Сегодня у нас четверг, завтра пятница, то есть еще двое суток у нас будут торги на фондовом рынке США. Если там ситуация радикально изменится, тогда мы можем ожидать хороший позитив и по биткоину. Надеюсь, я максимально подробно рассказал, что произошло с рынками, из-за чего было это снижение, из-за чего еще может у нас продолжиться это снижение. А в каком случае оно будет на какое-то время закончено. То есть по цифрам мы получили нейтрально-позитивную динамику. По риторике нам она все, грубо говоря, обосрала все наши восходящие ближайшие движения. Так что будем наблюдать за рынком. Кто хочет оставаться в курсе и иметь самые быстрые, скажем, советы, которые могут ему очень помочь, то рекомендую подписаться на телеграм-канал, поставить лайк под этим видео. А если вы хотите вместе со мной и с трейдерами торговать максимально четко на качественной бирже, то рекомендую воспользоваться биржей Bybit. Ссылка на нее будет в описании под видео. И именно под этой ссылкой по коду 40255 у вас будет бонус до 4000 долларов. А на этом у меня все. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok